Добрый день! Вести Кабардино-Балкария в эфире в студии Алина Тилова и в начале нашего выпуска коротко о главном. Для одаренных детей и талантливых педагогов в Кабардино-Балкарии создадут достойные условия. Глава КБР Юрий Коков посетил два учреждения образования. Лес Победы в Нальчике стартовала патриотическая акция в память о героях Великой Отечественной. Испытание скоростью. Команда из Кабардино-Балкарии стала лучшей в автогонке Магаз-2015. Вложения в сельское хозяйство должны быть адекватны получаемой отдачи. Глава КБР провел рабочее совещание по вопросам социально-экономического развития республики. Основные производственные показатели по результатам первого квартала 2015 года превышают уровень прошлого года. Ключевые параметры налоговых сборов выполнены на 120%, доложил премьер-министр КБР Алий Мусуков. В Кабардино-Балкарии набирает темпы весенняя посевная кампания. В текущем году площадь ярового сева составит 238,4 тысячи гектаров, что составляет 107,7% по отношению к прошлому году. По информации Минсельхоза КБР проблем с обеспечением семенным и горюче-смазочным материалом нет. На указанные цели аграриям республики выделено 102,5 миллиона рублей бюджетных средств. В текущем году планируется заложить сады на площади 1400 гектаров. Затраты аграрии в значительной мере будут компенсированы, но, отметил Юрий Коков, не всегда бюджетные вложения адекватны получаемой отдачи. Глава КБР высказался за рациональное использование государственных средств при стимулировании сельхозтоваропроизводителей. На совещании обсуждены перспективы возрождения виноградарства ряда простаивающих перерабатывающих предприятий отрасли. Правительству КБР предложено завершить в течение месяца инвентаризацию неэффективных производственных объектов и выработать пути их реанимации. Заслушав информацию об отправке из Кабардино-Балкарии 106 тонн гуманитарного груза в Донецк, Юрий Коков сказал о необходимости продолжить оказание помощи населению юго-востока Украины. О ходе строительства трех наиболее крупных объектов – Дворца детского творчества, Перинатального центра и Дворца театров – доложил министр строительства ЖКХ КБР Анзор Тутуков. Поставлены задачи ежедневного контроля за соблюдением графика проводимых работ и их качества. На 2015 год намечено завершение ремонта Республиканского дворца творчества детей и молодежи в Нальчике – ряда других объектов социального и культурного назначения. Сегодня из Нальчика отправлена очередная гуманитарная помощь для жителей Донецкой Народной Республики. Колонны из шести автомобилей доставят в Новороссию 106 тонн груза. Все подробности в сюжете Адама Абазова. Прицепы шести грузовиков вместимостью до 20 тонн, каждый заполнен доверху. Внутри то, в чем сегодня остро нуждаются жители юго-востока Украины – продукты питания, медикаменты, стройматериалы. Организовало сбор груза правительства Кабардино-Балкарии при участии предприятий и организаций республики. По поручению главы Кабардино-Балкарской республики Кокова Юрия Александровича, республика сформировала гуманитарный груз. Это 20 тонн муки, 20 тонн мяса птицы, около 20 тонн картофеля, минеральная вода, лекарственные препараты и строительные материалы. Помощь мирному населению Донбасса Кабардино-Балкария оказывает практически с самого начала конфликта. Продовольствие, предметы первой необходимости, подарки детям и ветеранам. Только в конце марта в Новороссию отправили 140 тонн семян кукурузы для весенней пассивной компании. Еще 16 тонн вещей и продуктов неделю назад собрали активисты региональной организации «Ветеран». Каждый раз груз перевозят опытные дальнобойщики, добровольно вызвавшиеся в рейс. Нам не привыкать. Постоянно работаем, постоянно в движении. Как бы маршруты не выбираем. Маршруты выбирают жизнь. То есть вам главное помочь людям? Да, нам главное помочь людям. Самое главное это вот это. Помочь детям, старикам, женщинам. Перед выездом построение инструктаж водителей. Всем выдали рации, закрепили позывные за каждым грузовиком. Дальнобойщиков сопровождают несколько экипажей дорожно-патрульной службы и сотрудники МЧС. В пути колонии присоединятся представители других республик Северного Кавказа. Фуры стартовали из Нальчика ровно по расписанию в полчетвертого утра. Уже сегодня грузовики прибудут в Неменовыск, где будет сформирована главная колонна округа. В Донецк груз гуманитарной помощью прибудет 15 апреля. Адам Абазов, Азамат Табухов, Вести, Кабардино-Балкария. Для одаренных детей, талантливых педагогов в Кабардино-Балкарии создадут достойные условия. Глава КБР Юрий Коков посетил два учреждения образования. Слово Беслану Суедимову. Лице для одаренных детей более 20 лет располагается в здании общежития Педагогического колледжа Кабардино-Балкарского государственного университета имени Хатуты Бирбекова. Здесь занимаются 42 школьника из всех районов республики. Их могло быть и больше, пояснил основатель и руководитель школы Валерий Петросян, но не позволяют условия. По словам директора учебного заведения Нины Байчикуевой, капитальный ремонт здесь не проводился с 1995 года. В классах не хватает оборудования, а спортивный и актовый зал расположены в приспособленном помещении. Питание бесплатное, но сама столовая уже давно имеет неприглядный вид. На вопрос, как кормят, отвечают – неплохо, но мало. В жилых помещениях по три человека. Чтобы привлечь педагогов, администрация предлагает им совмещение – воспитатель, он же делопроизводитель, плюс отдельная плата за ночные дежурства. «Сложившаяся ситуация неприемлема», – подчеркнул Юрий Коков. «Если мы хотим поддержать одаренных детей, то и условия должны быть соответствующие. И уже обращаясь к ребятам, глава Кабардино-Балкарии сказал, «Мы постараемся до конца года предпринять необходимые меры для того, чтобы кардинально изменить ситуацию». Педагогический колледж отмечал накануне свое 90-летие. Юрий Коков поздравил учащихся и преподавателей со знаменательной датой и выразил уверенность в том, что это учебное заведение продолжит лучшие традиции своих предшественников, добьется новых достижений в работе. Следующим пунктом инспекционной поездки стал Республиканский центр научно-технического творчества учащихся, расположенный в бывшем здании средней школы номер 6 города Нальчика. Несмотря на то, что с 1991 года оно находилось в аварийном состоянии, именно здесь было принято решение разместить одно из самых крупных учреждений дополнительного образования. С тех пор произошли некоторые изменения, однако отремонтировать прокудившиеся полы, заменить старые окна, обветшалые санузлы, так и не удалось. Серьезные риски для безопасности детей создают проходящие рядом автомобильная трасса с интенсивным движением и железнодорожный переезд. Вместе с тем, центр по праву гордится своими достижениями. Юные техники создали копию ракеты Циолковского, которая была запущена в космос космонавтами Александром Серебровым и Василием Циблиевым по программе «Школьный спутник Кабардино-Балкарии». Лучшие работы не раз выставлялись на международной выставке научно-технических проектов «Экспонаука» в Москве. В 2014 году представители КБР вошли в сборную команду России и приняли участие во Всемирной олимпиаде по робототехнике в Сочи, где в командном зачете заняли второе место. В учреждении внедряется дистанционная система образования, в том числе для 303 детей-инвалидов. Также в 2014 году 33 учащихся центра на льготных условиях по результатам участия во всероссийском конкурсе поступили в МГТУ имени Баумана. 24 человека удостоены премии в рамках приоритетного национального проекта образования. «По содержанию вы мне все очень понравились. И преподаватели, и ребята, и люди от души болеют. Но мне не нравится начальство. Я скажу прежде». Вопрос о переводе центра в строящийся дворец детского творчества будет решен до конца текущего года. Сегодня в Нальчике стартовала патриотическая акция «Лес Победы» в память о героях Великой Отечественной. За несколько часов в столице республики высадили более пяти сотен деревьев. Тему продолжит наш специальный корреспондент Наталья Булат. «Клены и липы. Всего 100 саженцев. Именно они лучше приживаются в Парке Победы, говорят специалисты. Главное, чтобы после посадки им обеспечили должный уход, как пять лет назад. Неподалеку от новых растут деревья, высаженные к 65-летию окончания Великой Отечественной. Уже стало доброй традицией, что в Вольном ауле в таких акциях в основном участвуют школьники-волонтеры. Анна Бирюкова свою липу посвящает прадеду. Антонов Лев Яковлевич. Он родился 30 сентября 1924 года в городе Царицыно. Воевал он на Сталинградском фронте. После войны он был демобилизован на Кавказ. И что дедушка рассказывал о войне? Он рассказывал, мама говорила то, что он не любил вспоминать о войне. Он всегда плакал, когда смотрел фильмы о войне. Еще 450 деревьев высадили напротив стелы Победы при выезде из Нальчика. Береза, липа, рябина, красный дуб и даже бархат амурский. Растение выведено на Дальнем Востоке, но очень хорошо приживается на Северном Кавказе. Саженцами обеспечил кабардино-балкарский государственный питомник. По заявкам администрации города, районов, те участки, которые они пожелали, чтобы озеленили, мы по этим участкам и производим посадку. В лесном хозяйстве работаем, мы уже примерно знаем, какая земля, для какой породы она годится. Где-то подвозили землю. Да, да. И с горзиненхоз помогал нам, они подвозили нам землю. Уже в эти выходные деревья будут высажены и в учебных заведениях столицы республики в целом же по Кабардино-Балкарии. В рамках спецпроекта «Лес Победы» появится более 20 тысяч растений. Наталья Булат, Игорь Мигулин, Вести, Кабардино-Балкария. Другим темам сегодня утром на окраине Нальчика нейтрализован организатор канала поставки оружия боевикам, сообщает Национальный антитеррористический комитет. В результате оперативно-розыскных мероприятий органы ФСБ получили информацию о местонахождении гражданина, занимавшегося изготовлением оружия и поставкой его бандитам для совершения терактов. Мужчину обнаружили в садоводческом товариществе домостроитель, который находится в Черекском районе на территории, прилегающей к микрорайону Нальчика, Дубки. Сегодня с пяти утра там был введен режим контртеррористической операции. Сотрудники ФСБ и МВД блокировали дом, где находился разыскиваемый и прилегающую территорию. Люди, живущие поблизости, были эвакуированы. Отказавшийся сдаться властям и оказавший вооруженное сопротивление изготовитель оружия был нейтрализован. Его личность предварительно установлена. Им оказался от Меркерефов, 76-го года рождения, который являлся организатором канала поставки оружия и взрывчатых веществ для бандитских группировок, орудующих на территории республики. В доме обнаружены изъяты пистолет ПМ с приспособлением для бесшумной стрельбы, патроны, граната РГД-5, гранатометные выстрелы, несколько готовых к применению СВУ, компоненты для изготовления взрывных устройств. На месте операции проводятся оперативно-розыскные следственные действия. Принимаются меры по розыску сообщников ликвидированного преступника, устанавливается его возможные связи с бандподпорьем. Пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди сотрудников правоохранительных органов нет. С 9 утра режим КТО был снят. Продолжаем. Должник госномер. Совместная операция госавтоинспекции и службы судебных приставов под таким названием сегодня проходит в Нальчике. Рейд направлен на выявление злостных неплательщиков, административных штрафов и принудительную оплату долгов. Поле зрения дорожных полицейских и автомашины с госномерами, которые находятся в федеральном розыске. С начала года нашим центрам было вынесено 120 тысяч постановлений об административных правонарушениях, из которых наложено штрафов на сумму 76 миллионов рублей. Из них было взыскано, при добровольном порядке было оплачено 40 миллионов рублей. Сегодня максимальная задолженность одного водителя составляет 184 тысячи рублей. У 30 неплательщиков долг превышает 100 тысяч. Испытание скоростью в Ингушетии завершился 10-й этап Кубка России по автогонкам, больше известный под названием «Ралли-Магаз». Маршрут проходил по двум ущельям республики. Команда из Кабардино-Балкарии завоевала первое место в своем классе. О зрелищном событии наш специальный корреспондент Нуржан Кубадиева. Эти кадры сняты на телефон одним из зрителей. Команда Заура Губжокова и Кантемира Бигиева преодолевает бездорожье. Маршрут «Ралли-Магаз-2015» проходил по двум ущельям Ингушетии, в Джейрахском районе и в окрестностях горы Таргим. Очень красивые места, очень красивая новая дорога. Много участников было. Интерес как бы, он интерес тем, что много участников из России приехало. Очень было интересно посередоваться, особенно когда это впервые. У меня эта гонка была первая. Набираюсь потихонечку опыту. Очень понравилось. Экстрим хороший. И как бы еще, еще, еще. Хочется еще, еще. Не останавливаться на этом. Ралли прошло с размахом. Два десятка экипажей, а в обеспечении безопасности участвовали более 600 человек. А эта гонка уже по ночному Магазу. Всего за два дня автомобилисты проехали более 250 километров. Половину пути по скоростному участку в горной местности. Остальные по обычной дороге. В первый день мы на дороге сбили лесу во время гонки. Получили пятиминутный штраф, так как она пробила радиатор. Мы не проехали в последний скоростной участок. И на второй день попытались отыграть кучу. А, уже совместно со страховкой. Получилось. Если не леса, то гонка, в принципе, прошла довольно спокойно. Команда Кабардино-Балкарии, а это спортсмены, представляющие Республиканский госкомитет по транспорту и связи и учебно-спортивный центр ДСАФ, выступала на машине ВАЗ-2112. Кстати, модернизировали автомобиль сами гонщики с помощью опытных механиков. «Машина вышла на славу», – говорит штурман Кантемир Бегеев. Экипаж стал лучшим в классе 1600Н. «Поминаются соперники наши, скажем так, да, но в этот раз, скажем так, чуть-чуть можно… у нас не было соперников на этой гонке, поэтому получилось так, что мы всех обыграли». Заур Губжоков и Кантемир Бегеев уже готовятся к следующему ралли. В конце мая они планируют отправиться в Сочи на третий этап открытого чемпионата Южного округа по горным автомобильным гонкам. К этому часу у меня все. Напомню, все выпуски наших новостей вы можете просмотреть на сайте вести.кбр.ру. До встречи в 17.10. Редактор субтитров А.Семкин